Название семинара «Логические переходы» категории «Бытие», «Становление», «Нечто». Вот название нашего сегодняшнего семинара. Мы будем сегодня говорить об учении «Бытие», будем разбирать, как одни категории в учении «Бытие» переходят в другие. Было предложено слушателям задание, было задано 10 вопросов, из них предлагалось выбрать два и на них ответить. Предлагаю таким образом поступить. Сначала мы попытаемся обсудить те вопросы, которые были предложены в кругу присутствующих. Если мы, так сказать, где-то здесь будем топтаться, то перейдем к разбору ответов, присланных в системе дистанционного обучения. Посмотрим, какие ошибки и какие неточности, и какие хорошие ответы были в системе дистанционного обучения. Но таким вот образом построим наше занятие. Кто из присутствующих хочет выступить по предложенным вопросам? Значит, наша задача заключается сегодня в том, чтобы просто взять там одну категорию и перевести, и показать, как она логически переходит в другую. Давайте. Да, пожалуйста. Представьтесь. Как тюкантон, рассмотрим первый вопрос, почему начало – чистое бытие. Возьмем в рассмотрение начало, как абстрактное, ничем неопределенное, как непосредственно простое. Непосредственно простое – это и есть чистое бытие. Ну, давайте вот здесь поговорим все-таки о тех словах, которые вы сказали. Вот абстрактное – это что значит? Действительно, начало должно быть абстрактное. Одностороннее. Одностороннее, да. Так. Непосредственно. Непосредственно – это что значит? Это ничем не обусловленное. Да, ничем неопосредственно. Неопосредственно. Да, то есть мы берем его так, как оно есть, так, как оно перед нами предстает. Еще можно сказать, есть такая категория – абсолюта. Вот берем как абсолютная. Это имеется в виду, что отбрасываем все предыдущее содержание, его нету как бы. Вот берем как есть. Вот, это как раз на это указывает категория абсолютного. Вот. Так, значит, а почему нельзя взять что-нибудь другое? Вы сказали, мы берем вот в качестве такого… Рассмотрение. Да, рассмотрение самого простого – чистое бытие, да? Чистое бытие. Чистое бытие. Чистое непосредственно. Да, а почему мы не можем взять что-нибудь другое? Ну, вот смотрите, если мы говорим о нашем миросозерцании, то, например, для того, чтобы не созерцать мир, нужно, ну, нужен как минимум человек. Ну, нет, нужно себе что-то содержать. Вот, почему нельзя взять себя, я, категорию я, как начало? Ну, все же с меня начинается или с вас? Вы же начинаете разговор. В «я» присутствует нечто предыдущее. Что? Установление. Ну, установление, ну, да, установление, наверное, там тоже присутствует, это можно показать, можно сказать проще. Когда мы говорим о «я», имеется в виду, что мы уже взяли какое-то бытие, да, ведь? Так. То есть, мы уже, я ведь, я есть, значит, я – это бытие. Я есть. А мы пытаемся взять «я» за что-то первоначальное, ничем неопосредственное, а мы видим, что «я» уже опосредственно бытием. Поэтому ничего другого, чтобы мы не взяли, ничего другого у нас, возможности нет, кроме взять как бытие, а потом сказать, что это бытие чистое, поскольку мы его видим в первый раз. Ну, по крайней мере, нашим мысленным, мысленным, созерцательным взором, да? И чтобы мы не взяли другое, оно будет опосредственно этим бытием. Ну, бытие в нем есть. Оно есть, значит, оно бытие. Хорошо. Да, я думаю, что первый вопрос мы разобрали. Хотите пойти дальше? Будем рассматривать движение. Давайте, чего? Движение, исчезновение, бытие. Не, не, подождите, это еще рано. Тут вот какое-то исчезновение. Будем рассматривать чистое бытие. Всегда в диалектике мы рассматриваем то, к чему мы пришли. К чему мы пришли, то мы и рассматриваем. Чистое бытие ничем неопосредственно, значит, и ничего больше о нем сказать. делаем вывод что есть что бытие переходит в ничто так как это сделать бытие чистое бытие ничем не посредством ничего из себя не представляет но ничего не представляет это уже такого не было видно нечего в нем созерцать у него нет никаких определенностей хотя мы не пойдет поток потом пойдем поймешь у такой определенность на самом деле но в нем нет никаких уч幸 Somity нет никаких определенностей где улезелом и тщательно и вот я уже три раза когда это сказал про чисто вытье мы-ка тут и как раз пришли к мысли о чем о том что они что они что правильно вот мы уже пришли в мысли они что мы произнесли в нашем по крайней мере логическом рассуждение так есть такое дело и за дальше что мы рассматриваем начнем рассматривать не что да продолжим да то есть мы пришли к мысли они что и теперь рассматриваем бич то есть рассматривайте также ничем не обо средств нет этому это вы сейчас рано до первое самое что мы проникли отказе но есть но кстати это было не не просто не что очистка не что мы так кстати во первый раз мы увидели да и она чисто не что так нечисто не что же как и правильно сказали она есть и это значит что да это значит что бытие то есть получается у нас такая интересная картина что мы берем не что а получаем бытие тут же она переходит в бытие берем бытие она уже перешло не что мы уже видели что быть едут как чистая пусть бытие перешло в ничто так и любое бытие перешло в ничто и вот такое вот мы увидели такую картину да что за чтобы мы не взяли заберем не что она переходит быть и берем точнее перешло берем бытие она перешло не что так и что и что дальше бытие переходит наблюдаем движение исчезновение бытия в ничто не что в бытие установление да мы видим такое как бы беспокоиться беспокойное единство что мы не хватили она сразу переходит другое мы этот факт должны зафиксировать в нашем сознании и так не что переход перешло в бытие а бытие перешло в ничто и мы видим движение исчезновения бытия в ничто они что и тут кстати вот ошибку которую почему-то делают все но многие по крайней мере кто писал работу не что из исчезновения бытия мне что они что в быть и и где где исчезает в быть и в чем бытие они в бытие так и это вот мы увидели вот этот беспокойный из вот это движение исчезновения и мы его должны назвать как мы его Называем его становлением. Отлично. Так, что дальше? Рассматриваем становление. В становлении видим движение. Вот сейчас мы просто зафиксировали тот факт, что вот есть движение исчезновения, бытие в ничто и ничто в бытии. Вот такое просто движение, вот это просто движение, как движение мы его зафиксировали. Теперь нам это движение нужно раскрыть, да? Да, бытие переходит в ничто. Мы видим, что в этом движении есть два, на самом деле, движения. Два движения. Да, давайте их назовем. Два противоположных. Бытие переходит в ничто. Это перехождение. Не, не, подождите. Да, вот мы увидели два движения. Сейчас нам нужно тут еще, так сказать, собрать урожай по дороге. Мы увидели два противоположных движения в одном движении. Давайте зафиксируем этот момент. У нас такое впервые появилась, такая ситуация. Когда мы увидели в одном движении два противоположных движения. Которые называются моменты. Да, и мы тут, как бы, так сказать, нам вот товарищ подсказывает, что мы тут внезапно нашли эту категорию, которую мы еще, ну, не изучали. И не видели. И это категория моменты, да? То есть, моменты – это противоположное движение в одном движении. Ну, или на самом деле мы потом моментами будем называть там вот и просто нечто неразделимое. То есть, то, что нельзя разделить в одном, и это нельзя разделить. Вот это называется моментом. Или, ну, более строгое – это два противоположных движения в одном движении. Отлично. Это мы будем называть моменты. Теперь давайте эти моменты рассматривать. Ну, рассматривать теперь конкретно. Рассматриваем первый момент становления Первый момент становления движения, исчезновения, бытия в ничто Так, и бытия в ничто, да? И этот момент? Этот момент назовем прихождение Так Второй момент становления движения, исчезновения, ничто в бытии И назовем его, на этот момент назовем возникновение. Так. И что мы видим? Надо зафиксировать то, что у нас получилось. Что у нас становление представляет собой два момента возникновения и прихождения. Отлично. И так как-то получается, что здесь может показаться, что у нас, так сказать, ребенок выплеснулся вместе с нашим рассуждением. А было бытие и ничто? Правильно? Мы начинали бытие, потом ничто. Потом вроде как в становлении эти бытии и ничто были. Ну как-то. Они так в движении были, но они, по крайней мере, там были. А тут мы фиксируем то, что в становлении у нас осталось прихождение и возникновение. А куда делись и бытие и ничто? Бытие – это переходящее в ничто. Это прихождение. Бытие – это прихождение. Почему? Потому что... Вы сказали, что это бытие переходит в ничто. То есть, это движение перехода бытие в ничто. А почему бытие? Потому что оно бытие. Потому что на самом деле это бытие, переходящее в ничто. Это бытие с некой определенностью. Не просто бытие, а бытие с этой определенностью. А если это мы определенность отбросим, мы сейчас нароем, что такое определенность. Но вот мы уже, так сказать, немножко, если заглянем вперед, это бытие, переходящее ничто. Вы видите, что мы взяли бытие с какой-то определенностью. Не просто бытие, а вот с какой-то некой определенностью, которая переходит в ничто. Соответственно, ну это же бытие, да, определенность-то она не меняет суть и дело. Поэтому прихождение это? Прихождение это бытие. Это бытие. А ничто где? Возникновение это ничто. А ничто это возникновение. Итак, мы получили становление, в котором есть два момента возникновения и прихождение, и в эти моменты, момент возникновения является ничто в становлении, а момент прихождения является бытием в становлении. Прекрасно. Я думаю, что мы первые два вопроса с вами задавали. Спасибо. Спасибо. Можно задать вопрос, а потом... Давайте. Вот мы в самом начале определили бытие ничто, да, как абсолютная категория? Ну, да, бытие ничто. Ну, ничто уже не абсолютная категория. Мы же к ней пришли. Абстрактивное. У нас чистое бытие? Абстрактивное. Да. А вот сейчас мы определили обстановление тоже бытие ничто. Это же разное бытие ничто. Восстановление и абстрактивное. Это, вот смотрите, как только они появляются вместе уже в движении исчезновения, бытие ничто ничто в бытии, то можно сказать, что это уже, ну, скажем так, бытие ничто рассмотрены на следующем логическом этапе. То есть мы уже рассматриваем их не там, где были, они были отделены друг от друга, и там, что какое-то было движение. Да, здесь они вот в таком беспокойном движении находятся. Нужно сказать, что они другие, это в каком смысле? Вот что вы характеристы сказать? И что вы имели в виду под абстрактом? Ну, первые категории чисто бытие ничто. А что бытие ничто? Да. Абстрактные категории, да. А почему они не абстрактные? Потому что они противоречивые. Не наоборот. Не содержат все противоречия. Да. Мы можем сказать, что бытие ничто – это одно и то же? Ну, в данном случае, да. Пока они для нас неразличимы, хотя с другой стороны мы называем их и бытие, и ничто. Ну, не различаем. Но они вот тут такое, да, появляется такое… Уже противоречие некое возникает в становлении уже, но оно в становлении все-таки. Что, с одной стороны, они для нас неразличимы, они одно и то же, суть одно и то же. А с другой стороны, когда вот мы будем сейчас рассматривать дальше становление, то окажется, что если они суть одно и то же, с становлением что-то происходит. Да, можно? Да, давайте. Давайте зафиксируем как раз про становление. Вы хорошо сказали, что мы рассматривали абстрактные категории. И тут внезапно мы нашли первую категорию, которая что? Истинную. Да, или… как по громке называется? Истинно конкретно, да. Конкретная категория. Вот все, когда нам говорят, давайте поговорим конкретно, имеют в виду, наверное, что про становление надо как минимум говорить. Да. Карл Павел, слушатель Красного университета. Но я тогда докончу мысль про становление. Надо, на самом деле, еще зафиксировать две вещи. Первое, что становление и бытие и ничто, они разные, потому что они выведены из разных категорий. Второе, это становление есть благодаря разнице между бытием и ничто. И третьим моментом, который мы сейчас обсудили, что на самом деле… что бытие и ничто, становление исчезает. Не бытие и ничто, но... исчезает разность? Исчезает разность, да, совершенно верно. Исчезает разность. бытия или что становление соответственно становление тогда тоже исчезает но как бы исчезает давать более точную категорию исчезания философского категории нам надо подобрать исчезание давайте попробуем подобрать отрицать до отрицает 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 саму себя можно но она отрицает саму себя она отрицает содержать того чтобы было не вот тут нужно как бы это некоторую как бы предысторию всего этого сказать почему нас отрицать это с удержанием отрицает себя то есть почему происходит отрицание с удержанием то если она исчезает значит она отрицает ну да и что ну все отрицает да так все становление отрицает сама себя она отрицает и исчезла и как бы расходимся нет осталось удержание откуда почему что что за удержание человек такое вдруг что это за фокусы мы только скажешь отрицает все до свидания бросили расходимся диалектика закончу требуется помощь а вот тогда но речь и речь идет здесь все-таки о философском отрицании и мы вообще должны вопросы об этом поговорить как бы это тут такое рассуждение и у гигеля на самом деле тоже там да он рассуждает вокруг этого что когда вы что-то отрицаете но там отталкиваете да вот я отталкиваю отрицают что я хочу оттолкнуть что я делал сделано на самом деле я к нему прикоснулся да то есть я его удерживаю в этом же смысле и по моему гигель пишет что для того чтобы вы не вывести с мутьяна из церкви его нужно сначала крепко обнять вот и вообще получается что философии нету никакого отрицания кроме отрицания с удержанием чтобы мы не отрицали чтобы мы не отбрасывали мы в любом случае пришли вот там категории и к рассмотрению чего-то через вот то что мы пытаемся отбросить поэтому даже если мы там его отбросили пытаемся логически отбросить то все равно в нашем сознании она в каком-то виде остается а это есть удержание вот поэтому любое отрицание философии И вообще. И в жизни вы не найдете никакого отрицания без удержания. Не бывает никакого отрицания без удержания. Соответственно, отрицание может быть только с удержанием. Ну и тут, да. Мы вывели новую категорию. Отрицание и с удержанием назовем его снятие. Движемся дальше. Движемся. Ну, тут, да. Здесь вот надо сказать, что категория снятия, хоть и кажется такой простой, на самом деле, вот уже значительное число философов в категории снятия не владеет. То есть, становление не владеет категорией. Но снятие тоже мимо кассы. То есть, как бы, с философами некоторыми, современным, так сказать, поговорить об... Если вы знаете, что такое становление и снятие, вы уже больше знаете, чем значительное количество современных философов. Так, а снимать я буду становление? Давайте. Становление, как мы определили до этого, это беспокойное единство, бытие и ничто. Соответственно, давайте снимать то есть, будем отрицать. Отрицаем сначала беспокойное это отрицанием является... Нет, у нас это было беспокойное единство, да? Да, беспокойное единство. Ну, сначала отрицаем беспокойное является спокойным отрицанием беспокойного а теперь отрицаем единство. Но с единством не все так просто, потому что единство мы можем досмотреть как сложенное, как минимум из двух частей. Ну, то есть сложное. Ну да, единство – это нечто сложное. Не может быть единство одного, не может быть единство меня с собой. Это как-то что-то странное. Соответственно, да, складывая беспокойное единство, мы получаем спокойное простое. И вот мы выбили очередную новую категорию, которую мы назовем наличное. Нет, мы не беспокойное простое, а получаем не спокойное простое, а спокойную простоту. И называем данную категорию наличное бытие. Да, отлично. Спасибо. Товарищи, кто хочет дальше рассмотреть наличное бытие? Значит, мы сейчас рассмотрели вопрос номер три, вопрос о снятии. Сняли становление, увидели, что становление в результате снятия дает что-то спокойное, спокойную простоту. И эту спокойную простоту назвали наличное бытие. Давайте поговорим, кстати, тут, чтобы… Тут примеры все время просят, товарищи слушатели, приводить. Давайте поговорим о примерах вот наличного бытия и становления. Вот в общественной жизни кто-нибудь может привести пример становления? Хотя, сейчас вы правильно должны сказать, что является примером становления? Китайский социализм. Все. Все является становлением. Правильно, товарищи. Это первое, что мы говорим. А вот теперь, да, я именно про это, ну не то, что прям совсем про китайский социализм, а вот да, что вот происходит такого в Китае, в общественной жизни, что это можно назвать становлением? Мы сейчас видим руководящую роль коммунистической партии, поэтому все производства средств производства находится в руках. Ну и где здесь становление? Вы только что скажешь, что все средства производства находятся в руках бурджуазии. Где-то становление. Я что-то не вижу. Там происходит переход в средств производства от бурджуазии, соответственно… Это вот как бы переход, перетекание вот этих, а вот как-то, ну, в становлении вроде кажется, действительно, когда если рассматривать это как простую такую категорию, без дальнейшего рассмотрения, то действительно просто движение такое происходит, перехода. Но все-таки мы как-то потом знаем, уже тут мы на это немножко более продвинутые люди, мы же знаем, что там борьба какая-то есть, то есть вот как-то там становление все-таки в виде борьбы должно представать перед нами, ну или борьба в виде становления, мы вот как-то ее можем показать, что там борьба, борьба, что с чем там идет-то? Коммунизм и кумитализм. Так, а в каком виде? Давайте в Китае сложная, сложная может быть тема, а вообще в принципе вот как этот период называется борьбы, такой ожесточенной борьбы? Этот период называется переходным периодом от капитализма к коммунизму в первой фазе или, как правильно сказали нам, к социализму. И этот период уже наблюдался на самом деле неоднократно в истории человечества. Наиболее, так сказать, развитым и раскрывался в исторической перспективе этот период в Советском Союзе. В России, когда произошла Октябрьская революция 1917 года, когда все проснулись после, так сказать, Октябрьской революции, производство, ничего с ним не происходило, оно как было капиталистическим, так и капиталистическим осталось. Произошла только смена общественно-экономической формации, то есть пришел к власти другой класс, более прогрессивный, произошла революция. Но политическую власть взял в свои руки рабочий класс. И дальше начинается вот тот самый переходный период от капитализма к социализму. И он должен закончиться, вот если мы имеем в виду наши категории, которые мы только что рассматривали, чем? Вы только что рассматривали. Чем у вас все закончилось в становлении-то? Исчезновение. Нет. Снятие. Нет. Наличные бюджетные. Вот. Все закончилось, закончится должно, если мы так представляем вот этот период. На самом деле его можно с точки зрения сущности тоже рассматривать, потому что все категории там можно найти. Но если его рассматривать с точки зрения вот тех категорий простых самых, которые мы сейчас с вами обсудили, то все должно закончиться с наличным бытием. Наличным бытием чего? Коммунизма. Абсолютно правильно. То есть вот есть такой период специальный, который можно представить в виде становления. То есть там есть борьба, бытие и ничто. Сейчас я вам докажу, кстати, что в этом становлении бытие и ничто ничем не различаются. Их не различить там. Значит, ну то есть они могут быть взаимозаменяемы. Итак, есть вот это вот движение, есть борьба. Тут надо определиться, что из бытие и что ничто. Что надо брать за бытие, а что надо брать за ничто. А за бытие и за ничто надо брать способы производства. На самом деле в период становления борются, и борются не на жизнь, а на смерть, именно способы производства. В России после Октябрьской революции было пять способов производства. Значит, первый способ производства – это капиталистический способ производства. Это те предприятия, которые работали по-капиталистически. Просто и принадлежали частным собственникам. Второй способ производства – государственно-капиталистический. Это те предприятия, которые перешли во владение, то есть были национализированы, перешли во владение государства, диктатуры пролетариата, но еще работают на рынок, а производят стоимость. Их цель – производить стоимость. Ну вот в том специальном виде, про который вам Виктор Иванович, видимо, на прошлой лекции рассказывал, или на позапрошлой, в виде прибавочной стоимости. Итак, государственная собственность, госкапитализм – это тот сектор предприятий, которые национализированы, принадлежат государству, но работают по-прежнему на рынок. Государство просто эту прибыль, которую производят предприятия, изымает в свой пользу. Есть третий сектор. Этот сектор называется социалистический сектор производства. Он характерен тем, что там предприятия, которые входят в этот сектор, они не работают уже по-капиталистически, они принадлежат государству. То есть это общественная собственность в форме государственной собственности, принадлежащей государству диктатуры пролетариата, но при этом эти предприятия работают по социалистическому плану. А социалистический план, он как бы обеспечивает что? И зачем он вообще нужен? Социалистический план нужен для того, чтобы обеспечить цель социалистического производства. А какая цель социалистического производства? Ну, так, удовлетворение. Обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То есть цель социалистического производства, она отличается принципиально от капиталистического производства. Если при капиталистическом производстве цель запускается вообще все, что бы то ни было, все производство запускается для того, чтобы произвести стоимость в специальной форме, в форме прибавочной стоимости, а социалистическое производство затевается и развивается для того, чтобы обеспечить полное благосостояние, свободное всестороннее развитие всех членов общества. Итак, вот эти три уклада были в России с 17-го года, в переходный период, и еще были уклады, мелкобуржуазный уклад, то есть это фактически крестьянство, крестьянское производство. И такой уклад, который Ленин называет патриархальным, то есть это еще уклад такой полуфеодального производства. Но это, честно говоря, это такая специфика именно России, потому что она, вот этот период перехода, смена общественно-экономической формации произошел очень быстро, то есть она сменилась в 17-м году на капиталистическую, потому что пришли к политической власти в феврале 17-го года капиталисты, и тут же она сменилась на... государство стало социалистическим, то есть к власти пришел рабочий класс. Поэтому еще в экономике там остались вот эти вот патриархальный уклад остался. И так вот эти вот пять укладов, они борются друг с другом. И здесь есть, можно в качестве бытия, например, взять социалистический уклад, а в качестве ничто взять все остальные уклады. Ну и госгопиталистический он на самом деле на пути тоже к социалистическому укладу, если действительно предприятия принадлежат государству, ну и как-то входят в систему государственного планирования. Так вот, мы получаем, что борются эти уклады на самом деле в экономике, экономическая борьба не на жизнь, а на смерть, ни там, ни людей, ни... Понятно, что это, ну, возникает там еще формы этой борьбы, развиваются в виде там гражданской войны, мы это видели, но на самом деле борются экономические уклады. И даже когда гражданская война закончилась ведь, не закончился переходный период от капитализма к социализму в первой фазе, то есть к социализму, переходный период продолжился. А продолжился он до того момента, пока решающие средства производства не получили именно социалистический характер. То есть, когда вот этот вот сектор социалистического производства не стал решающим. И в этом вот движении исчезновения бытия в ничто, а ничто бытии, вот в том, где я беру за бытие не за ничто, а на самом деле я могу наоборот взять. Я могу сказать, что ничто это социалистический сектор производства, а бытие это капиталистический. Что тут победит? Это вопрос борьбы. Ведь правда могло все закончиться возвращением капитализма вполне. Но если бы, скажем, в гражданской войне победили белые, то тогда бы они восстановили очевидно и в экономике капитализм. И тут вопрос, это вопрос борьбы. Поэтому здесь как бы если рассматривать как становление, не важно брать что за ничто, что за бытие. Вот если взять таким образом, можно взять другим образом. И что же произошло? В 1936 году произошла, закончилась коллективизация, то есть колхозная собственность, она стала частью, ну или формой общественной собственности. Это обеспечивалось через, из-за того, что были организованы колхозы и им давали заказ, им определяли то, что делают колхозы. То есть кажется тут, что на самом деле колхозный там был рынок, у него были какие-то цены, вроде там такое рыночное хозяйство удалось. На самом деле это все контролировалось государством через систему машино-тракторных станций. Государство определяло, кому и сколько машин давать, по принципу нужно произвести вот это, вот вам, так сказать, машины для сельского хозяйства. Если вы это не хотите произвести, заводите, пожалуйста, производите, но без, так сказать, помощи машино-тракторных станций. Вы не получите тракторов, засеять не сможете, ну и до свидания. Вот, поэтому таким образом произошло включение колхозов, фактически, ну такой, сельского производителя в общественную форму собственности. Вот, в этом смысле становление, как пример, ну вот применение этих категорий диалектических, да, к вот целому периоду общественному. И когда, значит, закончилась коллективизация, наличным бытием, вот эта борьба, вот это движение беспокойное закончилось, и мы увидели наличное бытие в форме построенного социализма уже в СССР. Основление там какое-то пропало? Не пропало. Вот давайте сейчас разберемся с этим тоже. Давайте дальше вернемся к категориям диалектическим. Мы остановились на наличном бытие. Кто хочет идти дальше? Давайте. Колхозовый Борис, да, мы посмотрим категорию наличного бытия. Значит, так как у нас бытие – это снятие с удержанием, то… Так, 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 бытие или снятие с удержанием? То наличное бытие, в прошлом смысле нет, это результат снятия с удержанием, то в этом наличном бытие… Результат снятия с удержанием чему? Становление. Вот, да, это все-таки правильно говорить, не просто снятие с удержанием, какое это снятие, а это результат снятия и остановления. Ну, на самом деле, у вас в категории снятия уже удержание есть. Можно говорить, это результат снятия и остановления. Да. Так вот, поэтому в нем, как в его истории, присутствует наше бытие и ничто. Значит, далее Гегель… В каком виде, да? В снятом. В снятом виде. Да, так как они в снятом виде, то теперь они не просто бытие и ничто, а вот как раз некоторые другие бытие и ничто, поэтому… Ну, теперь их надо найти там, раскопать как бы, в этом наличном бытие, да? Ну, мы же сказали, что наличное бытие – это результат снятия остановления. В остановлении были бытие и ничто. Значит, бытие и ничто есть в наличном бытие. Да. Ну, в каком-то, да, вы правильно говорите, в снятом виде. Но вот надо их там найти. Пока мы их там не видим, вот так вот, ну, просто наличное бытие. Точнее, мы видим, что? Ну, вот наличное бытие, оно в какой форме у нас, перед нами, просто по названию даже? Бытие. Бытие. Бытие, значит, бытие все-таки там есть. Его не надо называть, вот оно там и есть уже, вот оно, наличное бытие. Ну, да. А надо что-то другое раскопать. Есть ничто. А ничто мы нету, наличное бытие – это просто вот как выступает в форме бытия, правда ведь? А в нем мы знаем, что есть ничто. Значит? Так, значит, мы вот и раскопали его. Да, все, мы его нашли, теперь надо сделать что? Дать ему название. Дать ему название, называйте. Бытие и небытие. Да. Так вот, Гегор говорит далее, что… Давайте еще раз определимся, небытие – это что такое? Небытие с дефизом. Отрицание бытия. Нет. Что-то вот, если я вас спрашиваю, вы раскопали это небытие, значит, я раз, вот просто пришел, спрашиваю, что такое небытие? Отрицание бытие. Отрицание бытия. Нет. Это ничто в наличном бытие. Ну, окей. Хорошо. А так как вы говорите, что это не просто ничто, а в наличном бытие, вот оно в снятом виде только там может быть, в виде, вот в таком снятом виде это называется небытие. Так. Деревянное – это дерево, ну, как бы, вот это стол с микрофоном. Если мы рассматриваем стол, для нас наличное бытие – это стол, так, то микрофон – это, если для нас наличное бытие, вот стол с микрофоном, само бытие – это стол, а микрофон – это что такое? Ну, небытие. Ну, небытие, да. То есть это отрицание стола, очевидно, что микрофон – это не стол, но мы вроде как рассматриваем микрофон, не просто стол, а стол, на котором стоит микрофон, то есть микрофон со столом. И мы как бы мысленно переводим свой мысленный взор уже на микрофон Но имеем в виду, что рассматриваем все еще стол И вот такое рассмотрение, которое как раз и называется Не бытие, микрофон, принятое в бытии Так, что конкретное целое имеет форму бытия Что все имеет форму бытия Целое имеет форму бытия Мы все еще рассматриваем стол То есть мы не бытие приняли в бытии вот это вот бытие Так, что конкретное целое все имеет форму бытия Вот это бытие стола называется? Определенностью. Чего? Наличное бытие. Наличное бытие. Так, определенностью бытие. Мне кажется, как раз в русском языке здесь лучше всего подходит прилагательное. Мне кажется, даже в самом названии, что оно прилагается к чему-то, к существительному, то есть к бытию. Да, это правильно, но тут с отрицанием у некоторых проблемы. Да, если мы говорим, например, синий свитер, то синева является отрицанием свитера. Ну да. Синева, а не синий. Да. Синева является отрицанием этого свитера. Так, хорошо, значит, мы добрались до... Определенности. Определенности наличного бытия. Да, до определенности добрались. Так, и теперь что? Нужно ее изучить. Рассматриваем, да. Если мы рассматриваем определенность саму по себе, то она становится бытием. Конкретно наличным бытием. Не-не-не, подождите. Значит, вот давайте простой микрофон. Удачный пример. Значит, теперь мы начинаем смотреть на этот микрофон, как бы пытаться... Вот на микрофон посмотреть уже. И как будто, ну, нам кажется, что мы этот микрофон, вот эту определенность, начинаем брать изолированно. То есть, не вместе со столом, а как бы изолируем. И это вот рассмотрение, оно приводит нас к... То есть, когда мы говорили про определенность, она по форме является на самом деле отрицанием. Определенность – это отрицание. Но это не стол там, да? А вот, когда мы говорим, хотим посмотреть на эту определенность, ее форме как бытия представить, уже как-то посмотреть на нее форме бытия, нам нужно ее взять изолированно. Хотя, там Гигель говорит, что она рассматривается изолированно и как будто отделяется от наличного бытия, но никогда от него отделено не будет. Потому что, если мы нас рассматриваем совсем изолированно, то у нас наличное бытие пропало. Их называем-то как? Что это? Ну, это он есть, значит, это бытие. Нет, нет. Мы уже, еще раз, мы определились, что пытаемся определенность вот эту вот, которая была отрицанием, взять изолированно. Посмотреть на него изолированно. Нашим умственным взором. И тогда эта определенность называется... Качество. Качество. То есть, качество – это просто определенность взята изолированно. Вот если мы делаем, что мы рассматриваем этот стол с микрофоном, микрофон, определенность этого стола, теперь я говорю, подождите, 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 давайте на микрофон посмотрим. Вот тут как бы сейчас просто с микрофончиком разберемся, но будем иметь в виду, что он все-таки стоит на столе. И мы как бы пытаемся оторвать, но имеем все время в виду, что это все еще определенность. Вот. И тогда это называется качество, действительно. А качество уже, оно как бы выступает в форме бытия, да? Да. Хорошо. Спасибо. Давайте дальше. Кто еще хочет, товарищи, выступить? Здесь надо брать качество и смотреть на него. Тут нам осталось-то уже недолго. Ну, до изменений мы дойдем, уж точно. А там мы посмотрим на границу, наверное. А что я попробую? Ну, давайте, так сказать, по второму кругу, но если, давайте. Рассматриваем качество, и тут нужно сделать небольшую оговорку, даже не то что оговорку, а объяснить, что качество мы можем рассмотреть как бытие и ничто. И по этому поводу можно процитировать Гегеля из его работы. Можно процитировать, да? Процитируйте. Я даже, наверное, знаю, что будет цитировать. Конечно. Но наличие, но наличное бытие, в котором содержится как ничто, так и бытие, само является масштабом для односторонности качества, как лишь непосредственной или сущей определенности. Качество должно быть положено. Также в определении ничто, благодаря чему непосредственной или сущей определенности, определенность полагается как некая различенная, рефлектированная определенность, и таким образом ничто, как то, что определено в некоторой определенности, есть также то, есть также нечто рефлектированное, некое отрицательное. Да, то есть, на самом деле, мы не просто тут как бы механически повторяем, что нам нужно найти становление в качестве. Здесь речь идет о том, что становление нам дает масштаб понимания вот этого качества, что в нем нужно различить его с двух сторон. И вот рефлективное, там как раз рефлективное отрицание, это в том смысле, что и та, и другая сторона будет представлять это качество, будет являться качеством, но они будут как бы рефлективны друг к другу. То есть, рефлексия, это что такое? Отражение. То есть, они будут как бы одно и то же, они будут, ну, как в зеркало, вот вы смотрите, отражает, они будут отражать друг друга. Вот, ну, такое рассуждение, да. И вот надо взять с двух сторон как бы вот этого масштаба, качества, и посмотреть на него. Ну, берем качество со стороны бытия, называем его реальность. Берем качество со стороны ничто, называем его отрицание. Да, и тут получается, что на самом деле у нас и реальность, это качество, и отрицание, это тоже качество. Это не как бы не как будто бытие ничто, а это мы вот просто качество так рассмотрели с двух сторон, одно и то же рассматриваем с двух сторон. А пример? Можете привести? Конечно, вот про себя. Так. Я красив, да, и не дурен. Да, все правильно. Все правильно. Да, это одно, и вроде как мы говорим об одном и том же качестве, но понятно, что это вот, в смысле, это рефлективно, рефлективно как бы эти, эти, это качество выступает, да, и одно и то же. Но с другой стороны, что-то как-то кажется, что есть разница, как говорится, да, так. Ну, соответственно, что мы делаем дальше? Мы теперь дальше рассматриваем реальность и отрицание. Рассматриваем реальность, оно есть. Значит, наличное бытие рассматриваем. Бытие. Бытие, извините. Бытие. Бытие моё. Так, да. Соответственно, и отрицание тоже является наличное бытие. Тоже бытие, да. Какое? Ну, наличное у нас, у нас никакого другого бытия не может быть, потому что у нас было там в самом начале бытие, А теперь только наличное осталось, наличное бытие, оно же налицо, значит наличное бытие. Таким образом, изначально мы же пытались определенность, в основном говоря, оторвать. Не, не, подождите, еще надо сказать, и на самом деле качество надо рассмотреть еще. Качество тоже в форме бытия выступало. Качество также является. А каким, если форма бытия, то какое бытие? Тоже наличное бытие. Таким образом, мы сняли все различия вообще и вернулись к этому наличному. Между чем и чем? Между качеством и наличным бытием. Между наличным бытием, качеством, реальностью и отрицанием. Мы выяснили, что это все одно и то же наличное бытие. И вот этот факт нам надо зафиксировать, что у нас теперь нет отдельно наличного бытия, качества, реальности и отрицания. А есть лишь что? Наличное сущее. Нет. Не наличное сущее. Такого нет. Наличное бытие только есть. Есть. Какое наличное бытие? Определенное. Определенное наличное бытие. Налично сущее или? Нечто. Или нечто, да. И мы называем эту категорию нечто. Так, дальше готовы идти? Нет, не готовы. Хорошо. Но уже неплохо. Спасибо. Так, дорогие товарищи, я думаю, что мы можем сделать перерыв. Да? И продолжим до изменения. То, что мы доползем. Перерыв. Так, товарищи, продолжаем наше занятие. Значит, остановились мы на том, что увидели... Мы рассматривали наличное бытие, рассматривали качество, как определенно взято и изолировано. Увидели, что качество можно брать со стороны реальности и со стороны отрицания. Разобрались в том, что и качество, и реальность, и отрицание являются наличным бытием. А значит, снято различие между наличным бытием, качеством, реальностью и отрицанием. Это как бы одно и то же. Но поскольку вот этот факт, что это одно и то же, нужно было зафиксировать. То есть, вот эта вот одинаковость этих всех категорий фиксируется в том, что нету наличного бытия, нету качества, нету реальности, нету отрицания. Есть только лишь определенное наличное бытие, налично сущее или нечто. Теперь нам нужно рассматривать, наверное, что? Нечто. Раз мы пришли к вопросу о нечто, ну, соответственно, нечто и будем рассматривать. Давайте его рассматривать. Значит, вопрос первый. Нечто соотносится со своим отрицанием каким-то образом. То есть, должно быть отрицание где-то. Нечто у нас наличным бытием на самом деле было не бытие, было ничто. В нечто тоже должно быть где-то отрицание. Но нечто, отрицание, оно, поскольку нечто – это определенное наличное бытие, отрицание – нечто – это не нечто. Или иное, другое, что-то другое. Вот есть нечто, а есть что-то другое. И с точки зрения, так сказать, внешнего наблюдателя, они, иное и нечто, являются рядоположенными. Потому что, если мы берем иное, оно тоже наличное бытие, определенное. Соответственно, у нас нет разницы, что брать за иное, что брать за нечто. Они одинаковые в этом смысле и рядоположены. Соответственно, мы рассмотрели нечто, взятое относительно самого себя, нечто, как равное самому себе. Нечто, как неравное самому себе, нечто по отношению к иному. Мы убедились, что нам не важно, что называть нечто, а что и называть иным. Потому что иное мы можем назвать нечто, и тогда само нечто, самое первоначальное, будет иным по отношению к этому нечто. Теперь нам надо рассмотреть иное и узнать, что такое иное по отношению к саму себе. То есть иное, иного. Ну и тут мы убеждаемся или понимаем, что, во-первых, тут две мысли надо зафиксировать. Что иное, иного есть иное, то есть то же самое, и иного, иного есть иное, то есть другое какое-то. И таким образом, получается, те рассуждения, что у нас иное рассмотрено по отношению к самому себе, когда мы рассматриваем иное, как равенство с самим собой, оно предстает как иное, то есть равенство с собой, само оно, и другое, не оно. То есть, ну нечто на самом деле. А так как мы сказали, что все те, что не важно брать, что за иное, что за нечто, мы могли все то же самое применить и к нечто, и значит нечто рассмотренное по отношению к самому себе будет равно себе и не равно себе одновременно. То есть иное было равно себе и не равно себе, значит и нечто равно себе и не равно себе одновременно, и это значит, что у нас уже не обычное теперь нечто в наших рассуждениях, а нечто всюду равное и не равное самому себе, изменяющееся. И вот тут мы накопали категорию изменяющегося нечто. И таким образом логически мы вывели, что всякое нечто изменяется и оно равно и не равно себе. Соответственно, нам надо рассматривать дальше опять изменяющееся нечто. у изменяющегося нечто, нам нужно вспомнить, что это такое изменяющееся нечто, это нечто равное самому себе и неравное самому себе. Равенство самому себе, то есть в нечто получается есть два момента, момент равенства самому себе и момент неравенства самому себе. Момент равенства самому себе называется, момент неравенства самому себе называется бытие для иного, то есть нечто есть иное, не равное самому себе, это бытие для иного. А второй момент равенства с собой, есть момент для себя бытия, соответственно, это момент равенства с собой. То есть в любом нечто, что бы мы ни взяли, а за нечто можно брать все, что угодно, и в человеке, и в кого угодно возьмите, есть момент равенства с собой, момент не равенства с собой. И вот эти два момента определяют как раз то, что любое нечто является изменяющимся. Все течет, все меняется, как учили нас умные товарищи из древности. Ну и соответственно мы это увидели в форме логических переходов, увидели, что всякое нечто является изменяющимся. Но тут оказывается, что на самом деле вот у нас есть иное, есть нечто, есть иное, есть в нечто, есть момент равенства с собой, есть момент неравенства с собой, то есть момент перехода в иное. Но на самом деле вот это вот иное, оно не просто, когда мы рассматриваем момент равенства с собой, а нечто в целом, оно полагает себя за счет вот этого момента равенства с собой. Но и в этом моменте равенства с собой можно определить еще один момент, в котором нечто, полагая равенства с собой, иное отталкивает от себя, то есть активно противостоит тому, чтобы нечто стало одним. И вот этот момент дополнительно называется в науке логики момент в нем бытии. И если мы рассматриваем вот этот момент, момент равенства с собой, но не просто равенства с собой, а такого активного противостояния в иному, тогда мы говорим о моменте в нем бытии, и все то, о чем мы говорили, оно может быть применено, как мы делаем шаг назад, у нас все наши рассуждения могут быть применены, мы же рассматриваем определенное наличное бытие, в определенном наличном бытие у нас было качество. Так вот, качество, которое есть в себе, в простом нечто, то есть равно саму себе и активно противостоит переходу в иное, и это качество, которое находится в единстве с другим моментом этого нечета, в нем бытием, называется определением. И здесь вот как бы с определением, тут давайте немножко посидим и пообсуждаем, что это такое, я не помню, может быть, мы в прошлый раз это обсуждали, но это такое качество, которое, причем одно-одно, его несколько качеств, это как вот говорят, что определение – это набор признаков, которые там надо в мешок накидать, так встряхнуть, и получится определение. Качество, оно одно, это качество, которое есть в себе, в простом нечто, то есть качество, которое в простом нечто есть, определяет момент в себе, то есть момент равенства этого нечто с самим собой и активному противостоянию, выходу в иное этого нечто. Которое в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечета, в нем бытием. Да, значит, еще раз, качество, которое определяет момент равенства с собой и нечто, и противостоит выходу в иное. Если вы рассмотрите любое определение, то как раз это и будет вот одно качество, которое вовсюду, во всех изменениях данного нечета сохраняется, во-первых, то есть это в нем бытие, в себе бытие, и во-вторых, оно противостоит переходу, ну, как бы в другое, в иное. И то же самое, что мы говорили для качества, это то же самое, что можно, все то же самое можно и сказать про определенность. И если определенность, взятая лишь как бытие для иного, если взять определенность, и она будет лишь как бытие для иного, мы не можем взять качество как бытие для иного, потому что бытье для иного – это отрицание. В ином нечто отрицает себя. Соответственно, качество с отрицательной стороны нельзя взять. Поэтому мы говорим, что для качества определенности, это те категории, которые мы различили в наличном бытии, то для определенности, которая есть лишь бытие для иного, определенность-то есть в нечто, понятное дело, определенность, которая есть лишь бытие для иного – это характер. То есть это некая определенность, опять же, вот это не бытие, принятое бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, которое проявляется лишь как неравенство с данным нечто, проявляется где-то во мне, вовне. Ну и поэтому и говорят, что характер, это на самом деле не то, что определяет человека, а то, что он проявляет взаимодействие, например, да, что значит у меня там плохой характер. Но это не то, что я его там в равенстве себе ощущаю, это вот он проявляется во взаимодействии с иным. И определенность, которая есть лишь бытие или иного, это характер. И таким образом у нас на самом деле появилось определение и характер. И определение и характер, точно так же, как мы и говорили раньше, это и то, и другое предстает перед нами как бытие. Причем уже не на личное бытие, а как нечто. Таким образом у нас нечто положено как становление. То есть нечто у нас представлено в единстве двух своих моментов, таких же нечто, определения и характера. В нечто мы различили определение и характер, и они находятся в единстве, поскольку это, опять же, два момента нечто, бытие для иного и в себе бытие. И таким образом у нас нечто предстало в виде становления. Оно стало положено в виде становления и предстало перед нами как единство двух нечто. Вот такой результат мы достигли. Дальше этот результат можно развивать. Но поскольку мы еще должны рассмотреть те работы, которые нам прислали, давайте к ним перейдем. Если у нас там останется какое-то время, то, может быть, мы вернемся к вопросу о дальнейшем движении. Так, значит, давайте я сначала разберу те ответы, которые были присланы. В целом, ответы, я бы сказал, что хорошие. Есть некоторые замечания, которые, в общем, вообще говоря, мы тут в большей степени так или иначе проговорили с вами. Но все равно их надо отметить. Первая работа, о которой я хочу поговорить, работа Андрея Владимировича Бабина. Андрей Владимирович пишет, что начало – это чистое бытие. Начало, это чистое бытие, потому что логическое начало – это такое бытие, которое ничем не посредованно. В нем нечего созерцать, нечего мыслить. Такое бытие называется чистым. Из-за этого следует, что начало – это чистое бытие. Тут как бы все правильно написано, за исключением одного слова, которое мне, честно говоря, все время бросается в глаза. Я периодически спорил с некоторыми товарищами. У слова «опосредованно» в принципе, вообще говоря, в словаре, если вы посмотрите в словаре Ожегова, например, то он привозит, говорит, что «опосредованно» и «опосредственно» – это синонимы. Но вот если вы посмотрите, так сказать, человека, который изучал и науку логики, и много написал текста научного Владимира Ильича Ленина, вы увидите, что слово «опосредованно» он нигде не использует. Хотя практически везде и очень часто используют слово «опосредственноно». То есть это «посредством чего-то». «Опосредованно» – это как бы «посредом» получается. И тут сразу же видно, кто следит за тем, ну как бы за чистотой языка, кто нет. Кто говорит как бы такими «опосредованно», вот следите. Я рекомендовал просто за этом следить, хотя действительно это синонимы считаются в русском языке. Но когда вы говорите «опосредственноно», это такой научный термин, имеется в виду, что вы пришли к этому «посредством чего-то». Вот. Ну, не берете это как абсолют. Поэтому в целом ответ правильный, но такое замечание имеет место быть. Андрей Яковлевич Баянкин. «Определенное наличное бытие, нечто, бытие с определенностью. Рассматривая его, видим, что оно равно самому себе. И раз стоит не перед что, то себя отрицает. Значит, и не равно самому себе». Получаем мы, например, на два момента «нечто» – равенство собой, не равенство собой. Но это как-то товарищ упростил немножко. Не так. Надо сначала, как я уже рассказал, рассмотреть нечто по отношению к себе самому, рассмотреть нечто по отношению к иному, потом рассмотреть иное по отношению к нечто, потом рассмотреть иное по отношению к иному, и вот только из этого вывести равенство и неравенство нечто саму себе. То есть не так просто, что надо не перед что рассмотреть и так далее. Дальше товарищ пишет. Отрицание своего иного есть качество нечто. Вот это интересное завещание. Отрицание своего иного есть качество нечто. Непонятно. Отрицание иного есть нечто. Отрицание нечто есть иное. Вот так вот, по-простому. Они просто, ну как бы, но они не в том смысле, как в наличном бытии, да, у нас есть бытие, которое налицо, и небытие, которое как бы спрятано там, его надо как бы раскопать. А если мы говорим о нечто и ином, они просто рядом положены, они равны в этом смысле. И поэтому отрицание нечто есть иное, а отрицание иного является нечто. Поэтому почему вы говорите, что отрицание своего иного есть качество нечто, это не очень понятно. Это иное противопоставляет себя нечто. Да, всегда иное противопоставляет себя нечто. У них взаимосвязь, при которой нечто переходит в иное, а иное переходит в нечто. Но вот так и просто так они друг друга не перетекают, прямо скажем. Нечто переходит в иное в движении, в изменении Но при этом нечто сохраняет себя и отрицает иное Вот это правильно, да, то есть нечто как бы в иное переходит и стремится перейти в иное Но при этом удерживает что-то, сохраняет себя Так же иное по отношению к нечто Как отрицание и отрицание, они тождественны и в то же время противостоят друг другу Да, они тождественны и противостоят друг другу Одна определенность и соединяет их, и разделяет. Это граница. Ну, так вот, прям быстро к границе так нельзя прийти. Значит, у нас, действительно, у нас нечто, это наличное бытие с определенностью. И мы как бы, когда мы рассматриваем, вот если просто нечто иное, на них посмотреть как рядом, рядом положенным, то вы так не придете к границе. Надо его рассматривать именно в том смысле, в котором мы рассматриваем, как определение и характер. И если их рассматривать таким образом, то они предстают как становление, моментами которого являются два нечто. И в этом смысле нечто иное в этом становлении. Но, теперь, если мы рассматриваем ту определенность, которая есть в нечто, то она является определенностью для самого нечто и определенностью для иного. Потому что мы же говорили, что качество, которое есть там, это определение, это определенность нечто. А определенность, которая есть лишь бытие для иного, это характер Поэтому и получается, та самая определенность, некая определенность, которая и для того, и для нечто, и для иного Оно и нечто иное и соединяет, и разделяет И вот когда рассматривается вот эта определенность, которая соединяется и разделяет два нечто, это и есть граница То есть, когда мы рассматриваем определение характера, у нас нечто иное не становится ряда положенными, как бы безразличными друг к другу, а они уже рассмотрены как становления. И в этом смысле, только в этом смысле у них есть общая определенность, которая соединяет и разделяет эти два нечета. Так. Идем дальше. Александра Олеговна Бегунова. Начало есть чистое бытие, так как мы знаем, что оно есть. Начинаем с того, что есть. Во-первых, да, мы знаем, что оно есть. Это не очень хорошо. Просто оно есть и все. Есть без всяких дальнейших определенностей. Без всяких дальнейших определений. И начинаем мы с того, что есть, да, в том смысле, что что бы мы ни взяли другое, оно тоже есть, а значит, надо начинать с простого, чистого бытия. Становление состоит из возникновения, ничто бытия, и прихождения бытия в ничто. То есть, как бы оно состоит, такие составные части, две составные части, так вот, как бы, даже истепленные так вот в становлении. Так нельзя говорить. Именно возникновение и прихождение являются моментами становления. Они неразрывны в становлении. Они неразрывны, и возникновение и прихождение неразрывны в становлении. Да, и что такое, вот вы пишите, из возникновения ничто в бытие. Что значит ничто в бытие? Ничто, переходящее в бытие или движение, ничто в бытие. Тут какой-то нужен глагол. То есть, все-таки в возникновении, в этих моментах надо зафиксировать действие, переход или движение в общем смысле. Так, Михаил Александрович Барматин или Бармотин, не знаю, извините. Снятие, момент развития, в котором соединены как отрицание, так и сохранение утверждения. Ну, вот вы как-то очень, Михаил Александрович, берете сложно. Момент развития, нужно, так сказать, понимать, что такое развитие. Это сложная категория, мы о ней говорили, хотя на прошлом занятии. Развитие – это движение по столу к сложному, низшего к высшему. И, в общем, тут надо что-то понимать, что именно в развитии, зачем это развитие. Снятие – это просто отрицание с удержанием. Кстати говоря, в этот раз почему-то мало народу, один, по-моему, или несколько человек, написали снятие отрицания с содержанием. Откуда это берутся, я не знаю, но раньше этого было очень много. Сейчас все понимают, что это отрицание с удержанием. А удерживаем мы как раз то, что отрицаем. Изменение – это движение от нечто к иному. Нет, неправильно. Изменение – это не движение от нечто к иному. Изменение – это равенство нечто и неравенство нечто самому себе одновременно. А не просто движение, нечто к иному не движется. И, кстати, изменение – это самая простая форма движения. Поэтому нельзя изменение определять через движение. Самая простая форма движения – это изменение. Вот именно изменение определяется как равенство, одновременное равенство и неравенство с собой. И вот в этом равенстве и неравенстве с собой уже можно различить движение. Так, Алексей Брызгалов отвечает на первый вопрос. Сейчас. А про чистое бытие. Отвечает сразу же. Слово «потому что» начинается в ответ. Потому что в любой науке начало может состоять лишь из простых категорий, которые перетекают в новые, более сложные. То есть, товарищ подразумевает, что есть какое-то течение, и категории перетекают из одного в другое. Категории не перетекают, а переходят. Причем, на самом деле, переходят в смысле логики. Логически переходят от одной к другой. Да, и вот тут товарищ пишет, возникновение, переход из ничто в бытие, и перехождение, это переход из бытия в ничто. Я, честно сказать, не успел посмотреть у Гигеля, как там это написано. И там, может быть, где-то Михаил Васильевич писал. Но мне вот как-то, как переход, не очень нравится. Я понимаю, что это ничто, переходящее в бытие, переходящее, да, или движение из ничто в бытие, вот как бы такое подчеркивать. А вот переход просто, ну, это как кешеходный переход, как-то так стилистически не очень выглядит. Хотя, может быть, Гегель именно так пишет, я не знаю. Надо посмотреть. Чисто просто стилистическая придирка, мне не так вот, как возникновение, это переход. Ну, так сильно звучит. Петр Леонидович Василенко, снятие, товарищ, отвечает нам, что такое снятие, пишет, что снятие – это отрицание понятия с удержанием. Почему понятие это? Это просто отрицание с удержанием, можно отрицать не только понятие. Мы до понятия еще не дошли, мы тут категории разбираем, самые простые. Понятие – это более сложная категория, и там целое учение понятия мы будем изучать. А снятие мы смогли раскопать прямо сейчас, в учении о бытии. Алексей Людвигович Гриклихт. В становлении есть два момента. Перехода чистого бытия в чистое ничто и чистое ничто в бытие. Тут товарищ почему-то про чистоту как-то хочет нам подчеркнуть. На самом деле в становлении два момента – бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Не чистое бытие в чистое ничто переходит в становлении… Чистое бытие в чистое ничто переходит к самому по себе, но не в становлении. В становлении именно бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, потому что… А это там движение бесконечное. И там чистота этих бытия и ничто быстро теряется. Да, все остальное вроде правильно. Анастасия Александровна Гришечкина. Да, и вот Анастасия Александровна из тех, кто считает, что категории нужно писать с большой буквы все обязательные названия. Как бы подчеркивая их величие, бытие, чистое бытие, все с большой буквы. Начало, результат, ничто. Все с большой буквы пишет. Товарищ Гришечкина, непонятно, зачем вы это делаете. Почему вам хочется написать категории с большой буквы, хотя нигде они с большой буквы не пишутся. Это же не какие-то обращения к абсолюту. Вот, если вы говорите про настоящий абсолют, который в идеалистической концепции возникает, то тогда надо, конечно, писать его с большой буквы. Я на бог намекаю, естественно. Вот. Так, бытие есть, так как оно просто бытие, просто бытие, чистое бытие, но нечего в сердцах, так как оно переходит в ничто. И дальше совершаются другие логические шаги от категории к категории, каждая категория рассматривается. Ну, это да, но на самом деле не просто, не логические шаги совершаются, а категории сами переходят из одну в другую. Логически, да, если мы как бы следим за их переходами, но они, так сказать, логически сами переходят. И не то, чтобы мы, не то, что эти логические шаги мы совершаем. Так, самое простое. Да, бытие самое простое, что наблюдается. Что за что наблюдается? Мы, как бы, здесь зрения у нас нет, мы все рассматриваем в, ну, как бы, умственным взором. Поэтому просто есть бытие, это самое простое, что есть. Так, идем дальше. Илья Александрович Дубовицкий отвечает нам, товарищ, почему начало чистое бытие. Пишет, чистое бытие – это абстракция. О нем можно сказать, что оно только есть, в нем нет содержания, в нем нечего содержать. Как следствие, чистое бытие – это ничто. Интересно, откуда вы делали такой вывод? Во-первых, чистое бытие не есть ничто. Мы от чистого бытия переходим к чистому ничто. И это движение все-таки. Мы не говорим, что чистое бытие – это ничто. Мы можем говорить, что они неразличимы. Это можно говорить. И как нас учит товарищ Гегель, в абсолютном свете точно так же не видно ничего, как и в абсолютном тьме. Чтобы что-то увидеть, нужно свет затемнить или темноту осветлить. Тогда мы что-то можем увидеть. А когда мы берем бытие ничто, как таковые, просто бытие ничто, без всяких дальнейших определенностей, тогда это как абсолютная темнота и абсолютный свет. Так, Даниил Завелединов. Почему начало чистое бытие? Потому что пока еще нет никакого доказательства, кроме того, что бытие не есть. Нет, но доказывать мы другое должны. Мы должны показать, почему чистое бытие берется за начало. И это мы уже обсуждали. А вот чтобы нет никакого доказательства, кроме того, что бытие есть, это непонятно. О нем нечего сказать, кроме того, что оно есть. Нечего сказать как о таковом. Тут надо как-то с формулировкой более аккуратно действовать. Монеты становления. Что есть становление? Все. Что есть не становление? Ничего. Вот товарищ, так сказать, он правильно начал рассуждать о становлении. А заканчивай это вот этим. Во-первых, становление есть не все. Хоть категория становления, она всеобщая, так как категория это философская. Но она есть, на самом деле, как мы сейчас тут выяснили, не во всем. А в чем нет становления? В чистом бытии. А еще в чем нет становления? В чистом бытии. И в бытие, просто если бытие взять как таковое, в нем нет становления. И в ничем нет становления. Поэтому, если мы говорим о категориях, то становление есть не во всех категориях. Вот это надо аккуратно все-таки говорить. Фразу тут аккуратно составить. Если мы говорим предметы природы, да, во всем, во всех предметах природы становления. Ну, тут уже богаче значительно. А в категориях не во всех становлениях есть. Что есть не становление? Ничего. Ну, тоже непонятно. Мы сказали, что бытие не есть становление. Ничто не есть становление. Так что это просто неправильно. Дмитрий Анатольевич Каленов. Тоже товарищ, все пишет хорошо, все пишет правильно, но почему-то бытие ничто и прихождение с большой бутылкой. И возникновение с большой бутылкой. Не понятно, зачем мне это так надо. Идем дальше. Роман Рафандинович Капрынин. Почему начало чистое бытие? Потому что не было прихождение чистого бытия в чистое мечто. Оно просто есть, и о нем больше нечего сказать. То есть вы как, забегая вперед, посмотрели, что там будет, и сказали, ну этого же еще не было, поэтому начнем с чистого бытия. Так не получится. Надо доказывать, что чистое бытие можно взять за начало. И, кстати, ну Гегель там, для него это не очевидно, вообще-то говоря, для Гегеля. Он мечется, он хочет взять что-то такое, какой-то я, идеализм какой-то применить, хотя бы, так сказать, в форме салексизма, в форме субъективного идеализма. Но сам себя поправляет и говорит, ну никак ничего другого не взять. Да. Что значит в форме идеализма? Ну я, это, если я беру я, то как бы, вот, если я говорю, начинаю говорить про себя, про я, да, то как бы нет ничего, я беру себя за начало. А что такое субъективный идеализм? Салексизм, это что такое? Что за философская концепция? Это такая концепция, когда, если что, вот есть только я, вас нету, вы как бы в моей голове, там, это в виде мыслей. То есть я, как бы, вот, я закрываю глаза, и тут же, ну, все пропало, ничего больше нету. И вот это, тут вы только отражение в моей голове, никакого мира внешнего нету, нет материального мира. Это вот такая концепция субъективного идеализма. Ну и, соответственно, если я-то брать в качестве начала, пытаться, ну это вот близко где-то к субъективному идеализму, конечно. А ему приходится брать бытие, есть и все. И это очень материалистично, как говорит Ленин, когда разбирает в 29 томе «Науку и логики Гегеля». Очень материалистично, есть и все. Все к материи также, она есть, все. Так что начинаем, начинаем фактически с материи. А материя, кстати, единое, что есть. То есть вот очень материалистичная, так сказать, концепция. Вот, дальше идем. Момент становления товарищ рассматривает и говорит, становление включает в себя два момента. Возникновение бытия из ничто и прихождение бытия в ничто одновременно. Ну, надо говорить, что это бытие, переходящее в ничто и бытие, а вот, кстати, два раза, бытие из ничто. Не так надо. Бытие, переходящее в ничто и ничто, приходящее в бытие. И эти моменты называются возникновение и прихождение. То есть эти слова, они как название просто вот этих движений возникают, а не как какие-то самостоятельные термины. Хорошо, давайте идем дальше. Дмитрий Михайлович Кононов. Тоже у Дмитрия Михайловича возникновение и прихождение с большой буквы. А когда снятие, товарищ пишет, пишет следующее. Слушаем. Снятие, преобразование, в котором наличные формы или принципы устраняются, отрицаются, но вместе с тем сохраняют, удерживают свое значение как подчиненные моменты, новой целостности или системы, одновременное уничтожение и сохранение чего-либо. Откуда взят этот текст? Я полагаю, что из какого-то философского словаря, студия по стилистике. Но зачем так сложно? И опять же, тут формы какие-то, принципы устраняются, значения, подчиненные моменты, новая целостность, система. Сколько сложных слов. Снятие – это отрицание с удержанием. И все. Не читайте плохие словари. Михаил Уцин. Начало – это чистое бытие, потому что оно, бытие, не определено. Ну и что, что оно не определено? Ничто тоже в самом начале не определено. Поэтому это не является доказательством того, что начало надо брать, чистое бытие, как начало. Галина Александровна Макарова. Становление, взаимопереход, движение и исчезновение, бытие в ничто и ничто в бытие. Движение и исчезновение. Исчезновение там не как отдельный факт, как отдельный акт, так сказать, не фиксируется. Движение и исчезновение. При этом, заметите, тот, кто читал Вегеля, он даже знает, что там еще у него более написано. Движение непосредственного исчезновения, бытие в ничто, ничто в бытие. Он так тоже пишет. Но в целом не движение и исчезновение уж точно. Там их нельзя разделить. Есть отдельное движение, а есть отдельное исчезновение. Движение и исчезновение я. Все остальное хорошо написано. Дзеш Викторович Мохин. Да, вот это интересно, кстати. Чистое бытие – это начало, потому что оно чистое без чего-либо, как вакуум. Вот, товарищ, не знаешь, что на самом деле с вакуумом там сейчас все сложно. По крайней мере, как мне известно, есть там всякие эффекты, типа эффекта Казимира, физики. И там с вакуумом, мягко скажем, есть вопросы. Поэтому приравнивать чистое бытие к вакууму не надо. Это просто ненаучно в данный момент даже является. В вакууме рождаются частицы и античастицы. И наблюдается вот так называемый эффект Казимира, когда две пластины ставят рядом друг с другом. И наблюдают какие-то эффекты, связанные с тем, что между этими пластинами, казалось бы, там ничего нету, все частицы там извлечены, как бы вакуум обеспечен. Но эти пластины там сдвигаются в определенном направлении именно. То есть из-за того, что там происходит вот эти вот спонтанные рождения, появление частиц и античастиц. Поэтому не надо чистое бытие, если я сравню с вакуумом. Это совсем некорректное сравнение. Моменты столкновения, моменты становления, извините. Переход чистого бытия в чистое ничто, отсюда движение, исчезновение бытия в ничто, ничто в бытие. Бытие опять. Бытие. Где? В чем? Почему? Единство двух противоположных движений в одном движении становится спокойной простотой. Ну, это как бы, вы так упростили вообще. Почему становится спокойной простотой? Надо доказывать. Мы здесь это доказали, поэтому я на этом остановиться дальше не буду. Татьяна Нестерова. Философия и бытие являются как символ первоначала. Начало совершенно абстрактно. Это бытие, неопределенное, непосредственное. Есть на деле ничто и не более и не менее, как ничто, является всецело, непосредственно, не содержит различия отношения к другому. Чистое бытие образует начало, оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и определенная простая непосредственность, а первое начало не может быть чем-нибудь опосредственным и определенным. Ну, тут как бы очень сложно, очень простые вещи пытаются нам Татьяна Нестерова донести. Как-то словесно это очень сильно выглядит. А вот дальше, дальше про качество пишет нам товарищ Нестерова и пишет, что качество – тождественное с бытием внутренней определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество. Качество – это внутренняя определенность предмета, явления, которые характеризуют предмет или явления в целом. Качественное своеобразие предметов, явлений поступает прежде всего, как их специфика, качество – это характеристика, отличие предмета от всех остальных. Как вам такое? Где это взято? В словаре философском. Я уверен, что это какой-то философский словарь. Качество – это определенность взята и изолирована. Все. Это точная формулировка этой категории. Определенность взята и изолирована. Берем определенность изолирована, получаем качество. Вот это все словоблудие, причем оно неправильное даже словоблудие. Качество – не характеристика отличия предмета от остальных. У нас может быть у двух нечто, например, одно и то же качество одинаковое. Качественное, но нечто могут быть одинаковые. А вот определение – это уже специальное качество. И вот определение – это да. Оно отличает нечто от всех остальных. Александр Подоплелов. Так, второй вопрос. Да, имеются три необходимых момента бытия, пишет там товарищ. Бытие – тезис, ничто – антитезис, становление – их синтез. Это очень интересно. Что-то в бытие различили три момента. Само бытие – ничто и становление. Это что-то новое слово в науке, такого нету. Непонятно, как в бытие различить три таких момента. Наоборот, надо в становлении различать два момента, а не в бытие три. А потом вы пишете, что в становлении бытие и ничто сняты. Как это они там сняты? В становлении бытия – более того, они там не то, что сняты. Становление есть благодаря бытие и ничту, которое в нем. В становлении есть благодаря разнице, что они разные – бытие и ничто. А вы говорите, что в становлении бытия и ничто сняты. Нет, не сняты. Сняты в снятом виде, есть бытие ничто, в наличном бытии. Обе эти категории бытия ничто, стало быть, содержатся в становлении как снятые моменты. Нет, они не содержатся как снятые моменты. Так, Денис Алексеевич Чернецов. Чистое бытие – абстрактное понятие, что является неразвитым результатом. Стоит его развить, и чистое бытие переходит в иное. То есть, вы тут правильно говорите, что на самом деле, когда мы ищем начало, с чего начать, мы должны понять о том, ну и как бы, иметь в виду, по крайней мере, куда мы придем. Потому что начало – есть неразвитый результат, а результат – есть развертывное начало. Но вы дальше говорите, стоит его развить, и чистое бытие переходит в иное. То есть, результатом чистое бытие является иное. Но это как-то очень упрощенный взгляд на вещи. Что является результатом рассмотрения чистое бытие? Чистое бытие? Ну, вот как-то мы тут материализм все-таки пытаемся изучить-то. У Гегеля, да, Бог, наверное, да. Абсолютная идея. А? Да, абсолютная идея. То есть, если брать всю систему категорий, то есть начало, чистое бытие, как ни разу, это же так, как абсолютная идея в себе, свернутая. Абсолютная идея в себе – это и есть вообще-то чистое бытие. И вот она разворачивается, абсолютная идея разворачивается из чистого бытия. Или, можно сказать, чистое бытие разворачивается в абсолютную идею. И результатом является как раз абсолютная идея. Вот. Так что нельзя сказать, что иное. Тут вот как-то обрубили на полпути. Да не на полпути, в самом начале обрубили на ином. И сказали, что это вот результат. Нет, это не результат. Становление – это беспокойство и беспокойное лицо, бытие – ничто. Это правильно. Качество – это определенность, которая равна с бытием. Это неправильно. Качество – это определенность взята и изолирована. Так, Сергей Владимирович Шпотин. Почему начало чистое бытие? Ответ – непосредственно истинное простое, не имеющее противоречий, различий, отношений к другому. Ну, отношения к другому мы тут зря припредели, конечно. И зря сказали, что оно непосредственно истинное простое. Оно просто простое. Чистое бытие – это не истинная категория. Об этом тоже мы сегодня говорили. Момент становления – это движение от небытия к бытию и наоборот. Тут вы взяли категорию небытия почему-то в становлении и начали ее применять. А небытие – это ничто в наличном бытии. Да, то есть возникновение и перерождение. Нет, это неправильно. Есть возникновение и прехождение. Юлия Андреевна Гулевич. Все приходящее, а не все перерождающееся. Все приходящее. Почему начало чистое бытие? Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность, а первое начало не может быть чем-нибудь опосредственным и определенным. Вы написали это последовало, но я уверен, что у Гегеля тоже опосредственным стоит. Можете проверить. В скобочках Гегель, как бы цитируйте его. Гегель был идеалистом и под бытием подразумевал идею мысль. Да, он был идеалистом, но он начал именно с бытия. Он пытался там подвести, что это как бы бог так развился до бытия, до материи и так далее. Но все равно ему пришлось начать с бытия. Поэтому, как я уже говорил, Владимир Ильич Ленин, анализируя и штудируя науку логики Гегеля, пишет очень материалистично. Так, на этом разбор работ мы можем закончить. В целом, все, кого я проверял, получили зачет или зачет с замечанием, большинство ошибок, я разобрал. 63 работы удалось оценить и проверить. Если какие-то работы будут приходить позже, ну, когда-нибудь так же позже, когда-нибудь позже. Если работа пришла позже, когда-нибудь позже я ее и оценю. На этом предлагаю наш семинар завершить. Есть какие-то вопросы, связанные и не связанные с семинаром? Если вопросов нет, тогда спасибо, товарищи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok